Трудно ли выбирать отель в Турции? Если честно, трудно. Хотя бы потому, что, например, только на Средиземноморском побережье находится около 2400 гостиниц от двух до пяти звезд. В честь в предложениях туроператоров отелей на тысячу меньше. Я напомню, что говорить я буду о регионе Турецкая Ривьера и о курортах Анталия, Алания, Белек, Кемеры, Сиде. А Турция, как известно, почти стопроцентное пакетное направление в летний сезон, что означает, что туры, предлагаемые туроператорами, выгоднее покупать в турагентстве, чем организовывать их самостоятельно. Так вот, на выбор туристам туроператорами предлагается около 1400 отелей. И около трети – почти 500. Это отели 5 звезд. Гостиниц 2 звезды почти нет в ассортименте, и поэтому 2 трети выпадает на отели 3-4 звезды. Таким образом, главная трудность – это огромное количество отелей. Поэтому задача – сузить круг. Определяйтесь прежде всего с типом пляжа – галька или песок. Затем курорт. Основная масса отелей 3 звезды расположена в Кемере и Аланье. Есть также в Анталии и Сиде, и совсем нет в Белеке. 4 звезды есть на всех курортах, но наибольший выбор в Сиде, Алане и Кемере. В отеле 3-4 звезды выбирать не очень сложно. По большому счету, они мало чем отличаются друг от друга. Определенный набор сервиса в отеле и в номере. В 4 звездах будет, конечно, разнообразнее и богаче шведский стол. Три главных критерия выбора будут все-таки расположение, свежесть отеля и цена. Для семьи с детьми придется повыбирать еще и детский сервис. В зависимости от всего разнообразия сервиса, можно выделить стандартные 3 звезды и 3 звезды плюс или 3 звезды супер. И также два типа 4-звездочных отелей. Есть 4 звезды стандарт и 4 звезды плюс или 4 звезды супер. Гораздо сложнее выбирать отели 5 звезд. Двумя статусами стандарт и плюс или супер здесь уже не обойтись. С пятерками все гораздо сложнее. Условно можно выделить несколько групп. На самом деле это мое личное деление отелей 5 звезд на подгруппы. Но мне позволяет это сделать многолетний опыт продажи турецких отелей и ежегодный мониторинг развития всего гостиничного сервиса. Итак, 5 звезд стандарт. Самые простые отели, их иногда трудно отличить от отелей 4 звезды плюс. 5 звезд комфорт. Улучшенный стандарт, без изысков и роскоши, но очень качественный сервис. 5 звезд делюкс. Отели этой группы по набору и качеству сервиса превосходят 5 звезд стандарт и 5 звезд комфорт. Эти отели предлагают базовому стандартному сервису дополнительные концепции с элементами роскошного и элитного отдыха. Как правило, это зависит от типа размещения. Определенные номера включают VIP пакеты. И именно это отличает 5 звезд делюкс от 5 звезд комфорт. И тем более от стандартной пятерки. Наконец, отели 5 звезд лакшери. Это лучшие отели, у которых VIP обслуживание является стандартом, а не приятным дополнением и расширением сервиса, как в отелях 5 звезд люкс. Первое, как можно определить эти все группы отелей, конечно, цена. Если вам встречается 5 звезд, которые перемешаны в прайсе с отелями 4 звезды, а то и 3 звезды, можете быть уверены, что это стандартные 5 звезд. К ним нужно предъявлять минимальные требования. К гостиничным стандартам, принятым в Турции, они соответствуют. А вашим представлениям о 5 звездах могут не соответствовать. Иногда лучше поехать в хорошие 4 звезды плюс, чем в плохие 5 звезд стандарт. Самых дорогих отелей 5 звезд лакшери очень мало, буквально 3 на все побережье. Поэтому основной выбор делается между отелями 5 звезд комфорт и 5 звезд делюкс. Этот выбор помогаем делать мы, турагенты, по целому ряду критериев. Это большая внутренняя, я бы сказала, скрытая работа. Вы получите результат. И в презентациях рассказать все нюансы невозможно. Поэтому я сделаю акценты только на самом-самом. Следующее видео о необычных отелях и даже уникальных. Продолжение следует...